Госипотечная компания, которая должна была начать выдавать кредиты еще в конце января, до сих пор не может приступить к финансированию. По словам руководства ведомства, процесс затянулся из-за того, что опыта подобной работы в Кыргызстане не было. Все это время специалисты собирали списки желающих и вели консультации среди населения. Временное положение находилось на общественном обсуждении. Общественное обсуждение к концу февраля закончилось. К сожалению, заняло некоторое время для того, чтобы обработать все поступившие замечания, предложения и так далее. На сегодня временное положение уже подписано правительством. Теперь в самые ближайшие дни состоится заседание межведомственной комиссии, которая будет уже рассматривать списки. Предварительные списки уже сформированы областными администрациями и мэриями. И на сегодня они поступают уже в правительство. Я думаю, что сразу после рассмотрения этих списков начнется выдача кредитов. К выдаче кредитов мы готовы. В госэпотечной компании говорят, желающих принять участие в программе оказалось довольно много. Как выяснилось, среди врачей и учителей довольно много зажиточных граждан. Люди говорят, что давно не живут на зарплату бюджетников. Кто-то владеет бизнесом, а у кого-то хорошо зарабатывают родственники. Есть даже те, кто готов погашать кредит досрочно. А вот среди социальных работников людей с достатком оказалось значительно меньше. Во-первых, здесь должны быть именно те люди, которые имеют право и имеют возможность на то, чтобы получить кредит. Это надо четко понимать. И не все наши сотрудники имеют на это возможности. На сегодняшний день список мы формируем. И на сегодняшний день у нас подало 31 человек. Депутаты говорят, несмотря на то, что проценты по государственной ипотеке ниже банковских, большинство нуждающихся, они все равно не по карману. Так, например, за трехкомнатную квартиру стоимостью в 3 миллиона сомов при условии выплаты 30 процентов первоначального взноса ежемесячно платить придется более 25 тысяч сомов. Поэтому социальные такие ставки можно назвать с трудом. Фракция Республика Атаджурд предлагает альтернативный вариант ипотечного кредитования. Соответствующий закон уже внесен на общественное обсуждение. Государственная программа предлагает под 12, 14 и 16 процентов. Ну, не более 16 процентов. Гибкая система начинается от 12 процентов. Политическая партия Республика Атаджурд предлагала и предлагаем не более 10 процентов, по 10 процентов кредитования. Это раз. Второе – это сроки выдачи. Мы предлагаем на 15 лет, не менее 15 лет. Каким образом? Мы предлагаем субсидировать из бюджета не менее 1 миллиарда сомов на ипотечные кредитования, субсидировать. Остальные уже банковские проценты будут. Теперь первоначальный взнос, еще разница первоначального взноса. Мы предлагаем первоначальный взнос от не более 10 процентов от общей стоимости. После общественных обсуждений закон будет вынесен на обсуждение парламента. Если депутаты поддержат предложение оппозиции, условия могут быть пересмотрены. А пока первым получателям кредит будет выдан на условиях, установленных правительством. Как обещают гос. ипотечные компании, первые суды, скорее всего, будут выданы уже в этом месяце. Игорь Потанин, Самат Далатакунов, НТС.